Вместо 5 тысяч, 2 объявления о продаже полисов ОСАГО по низкой цене. Сибиряки находят у себя в подъездах. Продавцы не скрывают документы фальшивые, страховщики несут от них убытки. А на какие риски идут автомобилисты, экономя пару тысяч рублей, узнал мой коллега Никита Лобиков. Полис ОСАГО, 2 тысячи рублей на любое авто. Но я решил не рисковать. Объявление с заманчивым предложением Томич Андрей Музыка обнаружил на доске объявлений у подъезда. Как раз подошел срок продления страховки. Полис ОСАГО всего за пару тысяч рублей вызвал интерес. Но он сразу пропал после звонка на указанный телефон. Стало ясно, речь идет о подделке. Позвонил, когда они сказали, что выплат никаких, конечно, не будет. Это просто полис предъявлять инспекторам, чтобы не платить штраф 800 рублей. Опыта у меня мало, решил не рисковать. Такие объявления предприимчивые предприниматели размещают не только на подъездах. Свои услуги они рекламируют в социальных сетях. Вот, например, дешевый полис предлагают в группах томских автомобилистов. Однако написать автору не получится. Страница заблокирована. По телефону же продавцы предельно откровенны с покупателями. Официальные страховщики не понимают, зачем люди рискуют из-за относительно небольшой суммы. Ведь стоимость настоящего полиса ОСАГО в среднем около 5000 рублей. Спрос на такие услуги постепенно падает. Но рынок от этого все равно страдает. У нас от 7 до 10% клиентов попадает в ДТП. А формирует тот самый фонд, который идет на выплату, все 100% оставшихся. Если он не пополняется, то частотность никуда не делась. Выплаты растут. И разным компаниям все менее интересно становится заниматься данным направлением. Но прежде всего, ненастоящий полис ОСАГО – риск для его владельца. Пользуясь поддельным документом, в течение года потребитель рискует потерять скидку за езду без аварий. Но большие финансовые издержки грозят в случае ДТП. Будь водитель виновным или потерпевшим, платить за ремонт придется из своего кармана. Если это потерпевший и этот полис также будет указан в справке о ДТП, человек получит очень много проблем с порядком обращения. Потому как современное законодательство предполагает возможность обращаться только в свою страховую компанию с заявлением о страховой выплате. А как же он может обратиться в свою страховую компанию, если по факту у него этой страховой компании нет? Особо настойчивые пытаются доказать подлинность фальшивой страховки в суде. Но экспертиза выявляет подделки в 100% случаев. Да еще и заплатить за процедуру придется около 20 тысяч рублей. Никита Лобиков, Владимир Ощепков. Новости здесь. Томск.